Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу один день из моей подготовки к соревнованиям по стритлифтингу. Полетели! Ну, допустим, сейчас я играю в контру, потому что до тренировки мне еще осталось полчаса. Принимать участие я буду в категории стритлифтинга мультилифт, подтягивания в одной категории, поэтому усердно готовлюсь именно к подтягиваниям. В этом видео вы увидите мою тренировку, а также увидите питание, как я питаюсь, сколько там ем, сколько пью, какие витаминки ем и так далее. Смотрите! Как говорится, во всех движениях невозможно быть мастером, поэтому я стараюсь отточить одно движение просто до уровня, а потом перейти уже к следующим. Значит, моя тренировка строится таким образом. Первый подход я беру 24 килограмма, это тот вес, с которым я буду выступать, и делаю его на максимум, просто до отказа, просто убивая мышцы в хлам. Следующий, второй подход, я беру 32 килограмма и делаю тоже на максимум, но нужно, чтобы не делать меньше 6 повторений. Если в третьем подходе тоже получается меньше 6 повторений, то я беру и снижаю вес, и, например, беру 15 килограмм, и уже делаю больше 6 повторений, там от 6 до 10 доходит, и тогда нормально. Главное учесть, что меньше 6 повторений делать не надо. Также очень хорошее упражнение, это когда вы уже не можете подтягиваться, вообще там раза 3-4 максимум делаете, то вы берете свой предыдущий вес, которым вы делали, допустим, там 15 килограммов, и делаете просто статику. Подтягивайтесь до уровня 90 градусов в локтях и висите в статике на максимум. Старайтесь держать статику спиной, то есть максимальное количество времени находитесь в статике. Это очень хорошее упражнение, которое помогает добить ваши мышцы. Самое важное это разминаться перед тренировкой, потому что вы же не будете подтягиваться, типа разминочные подходы не будете делать, потому что если вы будете делать разминочные подходы, то вы не сможете выполнить свой максимум с 24 килограммами в первом подходе. Поэтому разминаем по-любому, там делаем просто массу руками, можно вот так массировать. Обязательно разминайте плечи, бицепсы и спину, вот всякие скручивания там поделайте и так далее, потому что довольно-таки травмоопасно подтягиваться без разминки. Когда подтягиваетесь, обязательно используйте магнезию, неважно, жидкая она либо сухая. Главное, чтобы руки ваши не скользили, потому что это очень важное условие. Когда вы намажете руки магнезией, то у вас становится хват прочнее, сильнее, и тогда не так сильно забиваются предплечья, потому что когда вы не намажете, то у вас будет огромная нагрузка идти именно на предплечья, и скорее всего руки просто раскроются в конце концов, потому что предплечья уже не будут держать ваши кисти. Также обязательно подтягивайтесь взрывными подтягиваниями, потому что если вы будете подтягиваться, например, там подтянулись и висите 2 секунды, потом снова подтянулись и опять 3 секунды висите, это будет очень плохо, нужно подтягиваться быстро, чем быстрее вы подтягиваетесь, тем меньше энергии тратите на подтягивания и больше сделаете подтягиваний в итоге, а если вы будете медленно подтягиваться, то мышцы будут закисляться быстрее и будете, естественно, меньше делать подтягиваний, чем вы можете сделать. Вот так вот я быстро разговариваю, потому что перед съемкой я делаю вот так. Шутка. Друзья мои, тренироваться нужно обязательно два раза в неделю, не больше, потому что если вы больше будете тренироваться, то у вас будет регресс, а не прогресс, у вас подтягивания будут падать. Я сто раз это уже проверял, перепроверял, даже была такая проверка у меня, что я типа в понедельник подтягивался, в среду я просто поделал статику такой, повисел четыре подхода, а в пятницу у меня уже упали подтягивания на одно повторение. Поэтому лучше делать два раза в неделю и вообще исключить другие нагрузки, абсолютно там не жим, лежа, ничего, чтобы у вас восстановление мышц шло только на спину, на бицепсы, на предплечье, на плечи, вот мышцы, которые отвечают за подтягивания. Другого ничего делать не надо. Хотя есть предположение, что можно ноги в третий день покачать нормально. Количество подтягиваний я делаю в зависимости от степени вовлеченности и, естественно, соответственно, от степени усталости, потому что иногда ты делаешь шесть подходов, иногда семь, иногда за пять подходов устаешь. Важно то, насколько вы выкладываетесь. Ну что, друзья, пришел я с тренировки, теперь расскажу о том, что я ем. В основном я кушаю где-то от пяти до семи раз в день. Стараюсь, конечно, есть не меньше пяти, обычно ем всегда раз пять и стараюсь есть семь даже, потому что если меньше есть, то я сливаю массу, к сожалению. Вот, в основном я ем медленные углеводы. Вот я пришел с тренировочки, пловчик тут с курочкой, там с грибочками. Отличная тема, хорошо заходит. В основном в моем рационе медленные углеводы. Быстрые углеводы я тоже кушаю, когда трачу много энергии, то есть это нужно, чтобы восполнять быструю энергию. Иногда кушаю там шоколадки, конфетки всякие бывают, потому что жир у меня не растет, а дополнительную энергию надо откуда-то получать, поэтому я кушаю сладости. Такое тоже бывает. Ну, в основном у меня где-то выходит 3300 калорий в день, хотя мне нужно кушать 3500, чтобы набирать массу. Но так как я не могу в себя столько засунуть, даже с гейнером и с протеином, то мне приходится есть 3300, и я тем самым просто поддерживаю массу. Вот, я где-то употребляю 6-7 граммов углеводов на 1 килограмм веса и где-то 2,5-3 грамма белка на 1 килограмм веса. Почему, спросите, так много? А потому что многие углеводы и белки, они полностью не усваиваются, поэтому я немножко завышаю цифру. Также, как я и сказал, я пью гейнер, протеин пью, потому что без этого мне не набрать должное количество калорий за день. Никакую химию, никакие стероиды я никогда не употреблял, не употребляю и не буду употреблять. Это очень важно, потому что многие дебилы конченые думают, что я химик. Есть две проблемки, друзья. Я застрял на 16 повторениях в подтягиваниях с 24 килограммами, и уже это длится, наверное, 4-5 месяцев. Я не могу превзойти рубеж 16 подтягиваний. Вторая проблема – это то, что на соревнованиях мне нужно весить 69 килограммов, чтобы сделать 16 повторений и получить мастера спорта. Если я буду весить 70 килограммов, то мне надо уже будет 17 повторений сделать, поэтому вот такие вот дела. Сейчас я вешу где-то 70-70 с половиной, и мне нужно будет убрать где-то 1 килограмм, чтобы весить 69. Итак, друзья, теперь расскажу, какие витамины я кушаю. Значит, это глюкозамин хондроитин МСМ, хорошо для суставов и так далее, то есть укрепляет, это полезно для спортсменов. Следующее – это дневные витамины, это комплексные витамины, которые содержат там А, В, С, Д и так далее. Следующее – это БЦАшки. Моё обещание – 7 тем. 24 килограмма. Кандидат мастера. Без лишних слов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 15. 15. Ну чё, АМСика? Субтитры сделал DimaTorzok Ну а ты 16 сейчас. 17 надо. Сейчас 16 сделал. Тебе 17? Нет. 17 надо. Сука! Ну красаву, КМС сделал. Давай в видео, ребят. Ребят, короче, Артур оставит ссылку на мой канал, на наш семейный канал с женой. Подписывайтесь туда, и если будет больше 1000 подписчиков, я бомбанул… МС? …эээ… …эээ… …с 32 килограммами. И дабы засвидетельствовать то, к чему мне надо стремиться, сейчас мы попробуем, сколько я сделаю 32 килограмма. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сделал 9 раз. На КМС надо 13. Еще 4. Бомбим! Подписывайтесь! А так все, друзья. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка в описании. Спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok